Девушки отдыхают «Ты зачем прибиваешь ручку? Здесь же есть одна ручка!» «Ничего, — говорит, — пусть две будут, вдруг одна оторвется!» Прибил ручку, и еще у него один гвоздь остался. Он долго думал, что с этим гвоздем делать. Хотел его просто в калитку загнать, потом придумал. Приложил калошу подошвой к калитке и стал ее гвоздем приколачивать. «А это для чего?» — спрашиваю. «Так просто! Просто глупо!» — говорю я. Вдруг смотрим, дедушка с работы идет. Шурик испугался, давай отрывать калошу, а она не отрывается. Тогда он встал, загородил калошу спиной и стоит. Дедушка подошел и говорит, «Вот молодцы ребятки! Только приехали и за работу сразу!» «А кто это придумал калитке вторую ручку-то прибить?» «Это, говорю, Шурик!» Дедушка только крякнул. «Ну что ж, говорит, теперь у нас две ручки будет. Одна сверху, другая снизу. Вдруг какой-нибудь коротенький человек придет, до верхней ручки ему не дотянуться, так он до нижней достанет». Тут дедушка заметил калошу. «А это еще что?» «Я так и фыркнул. Ну, думал, сейчас Шурику от дедушки будет!» Шурик покраснел, сам не знает, что отвечать. А дедушка говорит, «Это что ж, это, наверное, все равно, что ящик для писем. Придет почтальон, увидит, что дома никого нет, сунет письмо в калошу и пойдет дальше. Очень остроумно!» «Это я сам придумал!» – похвастался Шурик. «Да неужто!» «Честное слово!» «Ну, молодец!» – развел руками дедушка. За обедом дедушка все разводил руками и рассказывал бабушке про эту калошу. «Понимаешь, какой остроумный ребенок! Да чего сам додумался, ты не поверишь даже! Понимаешь, калошу – калитки, а? Я давно говорю, что надо ящик для писем прибить, а того и не сообразить мне, что проще калошу!» «Ладно, уже», – смехнулась бабушка. «Я куплю ящик, а пока пусть повисит калоша!» После обеда Шурик побежал в сад, а дедушка говорит, «Ну, Шурик у нас уже отличился, а ты, Николка, тоже, небось, чего-нибудь наработал. Ты уж признавайся, порадуй дедушку!» «Я говорю, ловил рыбу, да рыба не ловится!» «А ты где ловил?» «В пруду!» «Э-э-э-э-э!» – протянул дедушка. «Какая же тут рыба! Этот пруд недавно вырыли!» «Даже лягушки еще не развелись!» «Дедушка, не поленись, пойди на речку, там у мостика течение быстрое, на этой быстринке и полови!» Дедушка ушел на работу, а я взял удочку и говорю Шурику, «Пойдем на реку, будем вместе рыбу ловить!» «Ага, – говорит, – испугался, теперь подлизываешься!» «Да зачем мне подлизываться? А чтоб я не колдовал больше!» «Колдуй, – говорю, – пожалуйста!» «Взял на коробку с червями, банку из-под варенья, чтоб было куда рыбу сажать, и пошел!» А Шурик сзади поплелся. Пришли на реку. Я пристроился на берегу, недалеко от моста, где течение побыстрее, и забросил удочку. А Шурик толчется возле меня и все бормочет. «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь!» Помолчит чуточку, помолчит, а потом снова. «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь!» Вдруг рыба как клюнет, я как дерну удочку. Рыба сверкнула в воздухе, сорвалась с крючка, упала на берег, и ну, плясать возле самой воды. Шурик как крикнет «Держи ее!» Бросился к рыбе и давай ловить. Рыба по берегу скачет, а он прямо животом на нее бросается, никак поймать не может. Чуть она не удрала обратно в реку. «Наконец он ее схватил!» «Я набрал в банку воды, Шурик пустил в нее рыбу и стал разглядывать». «Это говорит окунь! Честное слово, окунь!» «Видишь, какие у него полоски! Чур мой будет!» «Ладно, пусть будет твой! Мы еще много наловим!» «В этот день мы долго удили! Поймали шесть окуньков, четырех пескарей и даже ершика одного выузили!» «На обратном пути Шурик нес банку с рыбой и даже подержать не давал мне!» Он был очень рад и совсем не обиделся, когда увидел, что его калоша исчезла, а вместо нее на калитке висит новенький голубой ящик для писем. «Ну и пусть!» — сказал он. «По-моему, ящик еще даже лучше калоши!» Он махнул рукой и поскорее побежал показывать рыбу бабушке. Бабушка похвалила нас, а потом я ему сказал. «Вот видишь, а ты колдовал! Ничего твое колдовство не значит! Я в колдовство не верю!» «У-у-у!» — сказал Шурик. «А я, думаешь, верю! Это одни только дикари верят, да старенькие старушки!» Этим он очень насмешил бабушку, потому что бабушка хоть и была старенькая, но тоже не верила в колдовство. Шурик у дедушки Летом мы с Шуриком жили у дедушки. «Шурик — это мой младший брат. Он еще в школе не учится, а я уже в первый класс поступил. Только он все равно меня не слушается. Ну и не надо. Когда мы приехали, так сейчас же обыскали весь двор, облазили все сараи и чердаки. Я нашел стеклянную банку из-под варенья и круглую железную коробочку от гуталина. А Шурик нашел старую дверную ручку и большую калошу на правую ногу. Потом мы чуть не подрались с ним на чердаке из-за удочки. Я первый увидел удочку и сказал «Чур моя!». Шурик тоже увидел. И давай кричать «Чур моя! Чур моя!». Я схватил удочку, а он тоже вцепился в нее. И давай отнимать. Я рассердился, как дернул. Он отлетел в сторону и чуть не упал. Потом говорит «Хм, подумаешь, очень нужна мне твоя удочка. У меня есть калоша. Вот и целуйся за своей калошей, говорю я. А удочку нечего рвать из рук». Я отыскал в сарае лопату и пошел копать червей, чтобы ловить рыбу. А Шурик пошел к бабушке и стал просить у нее спички. «Зачем тебе спички?» – спрашивает бабушка. Я, говорит, разведу во дворе костер, сверху положу калошу, калоши расплавятся и из нее получится резина. «Еще чего, выдумаешь?» – замахал руками бабушка. «Ты тут и дом весь спалишь со своим баловством». «Нет, голубчик, и не проси. Что это еще за игрушки с огнем? И слушать ничего не желаю». Тогда Шурик взял дверную ручку, которую нашел в сарае, привязал к ней веревку, а к другому концу веревки привязал калошу. Ходит по двору, веревку за ручку держит, а калоша за ним по земле ездит. Куда он, туда и она. Подошел ко мне, увидел, что я червей копаю и говорит, «Хе, можешь не стараться, все равно ничего не поймаешь». «Это почему?» – спрашиваю. «Я заколдую рыбу». «Ха, пожалуйста, – говорю, – колдуй на здоровье». Я накопал червей, сложил их в коробочку и пошел к пруду. Пруд был позади двора, там, где колхозный огород начинается. Насадил я на крючок червяка, уселся на берегу и загросил удочку. Сижу и за поплывком слежу. А Шурик подкрался сзади и давай кричать во все горло. «Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь!» «Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь!» Я решил молчать и ничего не говорить, потому что с ним всегда так. «Если скажешь что-нибудь, еще хуже будет!» Наконец он наколдовался, бросил в пруд калошу и стал ее по воде на веревке таскать. Потом придумал такую вещь – бросит калошу на середину пруда и давай в нее камнями швырять, пока не утопят, а потом начинает ее со дна на веревке вытаскивать. Я сначала молча терпел, а потом, как не вытерплю, «Пошел вон отсюда!» – кричу, «Ты распугал мне всю рыбу!» А он говорит, «Все равно ничего не поймаешь, заколдована рыба!» И опять плю калошу на середину пруда. Я вскочил, схватил палку и к нему он давай удирать, а калоша за ним на веревке так и скачет! Еле убежал от меня! Вернулся я к пруду и стал снова рыбу ловить. Ловил, ловил, уже солнышко высоко поднялось, а я все сижу да на поплавок гляжу. Не клюет рыба, хоть тресни! На шури козлюсь, прямо избить готов! Не то, чтоб я в его колдовство поверил, я знаю, что если приду без рыбы, смеяться будет. Уж чего я не делал! И подальше от берега забрасывал удочку, и поближе, и поглубже крючок опускал. Ничего не выходит! Захотелось мне есть, пошел я домой. Добавил сзади! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова